Музыка Когда приехали все депутаты, когда приехали, тогда Захаров приехал, Могильный приехал. Тогда, вижу, много людей было. Я вообще тогда, меня спрашивают, а у меня все трусится, у меня слезы на глазах, я не могу. Это, конечно, трагедия. Того дня, когда произошла беда, пані Святлана была не дома. Про то, что произошло, ей сообщила донька. Повернувшись домой, женщина была в полном шоции от увиденного. Докторка подошел так к дверям, приоткрывав дверь, она увидела, как сунется вся гора здесь. Музыка Здесь вот это все обвалилось. Здесь штук 8-10 деревьев повалило. Соседи все перепугались. Все начали звонить, что случилось. Торік, когда место накрыли сильные сливы, в зоне лиха опинилося селище Аджахи. Через сильные дощи грунт повело. Повалило дерева, трещав фундамент приватных житловых домов. Все виглядало так, ніби тут пройшов бульдозер. Жити за таких умов було просто неможливо. Місцеві почали просити допомогу у влади. Оползень возле дома по улице Речной, 52, где проживала Светлана Нестеренко. Об этом нам сообщили люди, жители Правого берега, в частности, Писаренко Наталья Ефимовна, которая знала Светлану. Сразу мы выехали на место, посмотрели, чем мы можем помочь. Керівництво Центральної районної адміністрації звернулося за допомогу до військовослужбовців та комунальних служб, які спільними зусиллями боролися с наслідками негоди. Павел Дюрчук – это командир нашего 23-го батальйона 56-ї бригади. Организовал нам помощь в рамках нашей программы «Сила Турботи». Ребята моментально быстро организовали с помощью наших коммунальных служб укрепление склона. Склон был укреплен. Светлане мы помогли в оформлении документов на получение материальной помощи. Готовы прийти на помощь как ей, так и любому жителю нашего района. Раньше и не задумывалась, какие важные решения принимают депутаты у нас на сессиях. Пока это не коснулось меня лично. Благодарна городу за материальную поддержку. После подтопления моего жилья сильными дождями. Очень быстро депутаты проголосовали. И я получила финансовую помощь. Спасибо вам. Завдяки міським депутатам будинок пані Світлани зміцнили, аби він не руйнувався і надалі. Але фундамент знову почав лопатися. Зараз жінка просить допомоги, аби їй поміняли житло. Анжела Волонець, Олександр Шишман, Олександр Ратушний, Маріупольська служба новин.